Мы лазили в Харькове, я сам с Харькова вообще был. Очень часто лазили там по разным заводам тоже. Ты с Гернесом знаком, скажи честно, ты встречал его на залазах? Ты Гепу встречал на залазах? Нет. Нет? Лично встречал, но на залазах нет. Геннадий Аддорфович, ты кумир его, да? Конечно. Так, а что, Катафедович? Это самый лучший мэр был, по сравнению с тем, что сейчас Терехов. Ну, Терехов тоже, в принципе, мэр, по сравнению с тем, что было для Геннадии Блоковой. Но с Гернесом ничего не сравнить. Ну, что говорить, если просто у Гернеса он 3 тысячи, сколько там гривен штрафа потребовали, он выплатил. Просто так, типа, выплатил и все. За то, что он развалит на русском языке, на всем понятном языке, ну, в нашем, вот конкретно Харькове. Причем тут язык до того, что люди ощущают и чувствуют во время войны, я вообще не понимаю. Ну, это чисто харьковские... Ну, да. Это чисто харьковская проблема. Я не понял, почему за харьковский язык страхуют? Да, я тоже не понимаю. Ну, люди хотят понимать информацию и принимать ее на своем родном языке, на том, с которым они общались всю свою жизнь. Это харьковский язык. И почему какая-то война должна это изменить? Ну, ты серьезно? Ну, людей язык не меняют. Это харьковский язык. Это чисто харьковский язык. Харьковчане вот такие вот вжались в этот русский язык и ничего не видят. Это харьковский язык. Например... Я могу разговаривать на всех языках, в принципе, которые удобны человеку. То есть, если он понимает на русском, я буду говорить с ним на русском. Если на украинском, на украинском. Спокойно. На английском, на английском буду говорить с ним. Вот. То есть, для меня это никакого значения такого как того-то морального или какого-то такого специфичного. К этому нету. Отвращения или еще чего-то. Подключи мне. То есть, язык это не мораль человека, это не его чувства. Это просто выражение его слов, которые удобны ему и все. И не более. Ну, я так считаю. То есть, если люди в харькове общаются так на данный момент, вот во время войны и все. Они же продолжают общаться на русском. У меня родители на русском общаются. Это ж, ну, я не считаю это каким-то отвращением или там каким-то непатриотизмом. Ну, люди привыкли так и все. А ты-ка-таки знаешь украинскую мову? Откуда? Она так вот подключаешь там сзади. Ой-ой-ой, тихо. Можешь филкуваться украинской мовою? Умею, умею. А что ты разумеешь на украинской мове? Горилка, сава, колбаса. Почти все. Горилка, сава, колбаса, мивина, рево, два яйца? Да. Ну, ну, это все дело не в языке, а вот тут. Где-де? В сердце? В башке. А, думаю, в сердце. Как романтично пахне колбаса. И помидори в банке зашарились. А в пляшечке так тихо, как роса. Горилочка домашняя причаїлась. И сало нежно зваблює кольцем. И хлеб наставив за горілу спину. Якщо ти млієш, слухаючи це, чому ж ти, блядь, не любиш Україну?